Друзья, всем большой привет из Бахчисарайского парка Миниатюр. И мы вновь с вами любуемся представлением красавца Маржа Салтана. Вот он, огромный артист, причем во всех смыслах этого слова. И посмотрите, друзья, сколько людей собрались, чтобы полюбоваться на представление Салтана. Вот всякий он здесь выдает трюки. И, кстати, друзья, если касательно Маржа Салтана, то у него есть цирковой опыт выступлений. Но дело в том, что во всех зоопарках, себя уважающих, так сказать, Маржи, они подвергаются не дрессуре, а именно вот с ними занимаются смотрители, тренингами специальными. Для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы они могли подставлять различные места своего тела по команде. Вот красавчик какой. Для осмотра ветеринаров. Потому что, сами понимаете, что все живые существа периодически требуют внимания ветеринаров по разным причинам. Иногда это травмы, иногда просто что-то заболит и нужны осмотры. И вот в таком случае смотритель дает команды Маржу, и тот подставляет для осмотра ветеринара определенные части своего тела. Вот, кстати, в московском зоопарке этому уделяют огромное внимание. И также занимаются смотрители. Не просто смотрители, а вот как у Маржа Салтана. Мы видим этот мужчина. Он действительно не просто смотрит за Салтаном, а и тренирует его, поддерживает его навыки, умения. Это вот его задачи. Так вот, в московском зоопарке тоже самое. Там также тренируют своих моржей, которые делают всевозможные потом трюки уже три раза в день. Как и Салтан в Бахчисарайском парке Миниатюр. Они показывают представление, показывают то, чему их научили их тренера. Вот так вот, друзья, поэтому все это нормально. И не просто нормально, а даже нужно. Потому что часто смотрю в комментариях, некоторые пишут, вот заставляете его работать, этого красавчика. Но на самом деле вы видите, что эта работа ему, во-первых, в удовольствие. Он получает от нее удовольствие по всему его виду. Видно, что это ему в кайф. А во-вторых, это действительно научно доказанная необходимость для моржей. И представьте, если бы Салтану с его артистической натурой, да и с менее артистическими натурами в других зоопарках. В том же московском зоопарке, где три моржа. Если бы их не тренировали, они бы проводили день в праздности, то наверняка это им самим было бы скучно и такая жизнь показалась бы пресной. Потому что моржи – это удивительно умное животное. И не зря вот, смотрите, друзья, в дикой природе моржи, они живут 20, максимум 25 лет. А в зоопарках, в хороших зоопарках, где за ними хороший надлежащий уход, вот то, о чем мы с вами говорили, тренинги, осмотр ветеринаров, они живут до 40 лет. Вот, так что наш Салтан, зря кто-то говорит, что он уже пожилой. Это по диким меркам, да, он пожилой, ему около двух десятков. А по зоопарковским он в рассвете сил. Всем мира и добра, пока-пока.